Привет, друзья! Сегодня у нас будет очень потная игра на Фантомке. Сегодня у нас играет Ятора. И, наверное, за последнее время это самый длинный матч и самый потный. У нас сегодня, разумеется, Ятора играет на Фантомке, на которой у него 800 игр, винрейт 55%, ну и, конечно же, Грандмастер. Начальный закуп это носки Цирклетка, Фэрифайр, 2 Эрон Бринча и Топорик. Стоит Джакира, плюс здесь еще присутствует Баунти. И, наверное, будут забирать они Кунку. Остается последний удар, и Ятора успешно его делает. Фантомка является его сигнаторкой. Она находится на четвертом месте среди, ну, по количеству вообще сыгранных матчей на его аккаунте. Первое место Морф, потом идет Антимаг, Фестласс Войт, ну и Фантомка. Вообще сейчас Фантомка, наверное, свое лучшее время за последнее время в мете имеет. У нее винрейт 52%, это очень хорошо. В последнее время он был колоссально низкий. И Фантомка является практически самым популярным героем, потому что на первом месте Пудж, а на втором Фантомка. В каждой игре она появляется, либо ее просто банят, что тоже очень часто случается. У нее только одна позиция, это первая, но есть маленький процент людей, которые могут пикнуть Фантомку в мид. Но там ей, конечно, делать особо нечего. Тем более на высоком рейтинге такое вы явно не встретите. Помимо Ятора в игре есть еще проигроки. Сам Ятора 25 имеет. Давайте посмотрим, кто еще. 93 на кунке. И на Фурионе играет ДМ. ДМ имеет 47 ранг. Самое интересное, ну в миду у нас битва Клингза против Лины, а снизу играет Кэрри Фурион с пятеркой Свеном против Сенкинга и Баунти Хантера. Нестандартные лайны, будет интересно понаблюдать. Наверное, лучшая катка, которая вообще сейчас может быть... чтобы посмотреть ее перед сном. Долго, потно, интересно. Интернешнл у нас меньше, чем через 2 недели начинается. К этому моменту я разыгрываю 10 любых Аркан. И на Фантомку, которую вы сейчас видите, и на всех любых других героев, которые передаются. Участие элементарное. Нажимаете кнопку подписаться на мой Телеграм, по первой ссылке в описании, и жмете участвовать. 3 секунды вашего времени, хороший шанс выиграть. Классные Арканы. Если вдруг Батл Пасс не завезут, не завезут хотя бы так, чтобы сильно не расстраиваться. 17 крипов, 1 Денай. Фурион имеет 16 крипов. Здесь они прям на равных. Фантомка выбирает аспект, который улучшает его ультимейт. И благодаря этому аспекту срабатывает каждый несколько атак по одному и тому же существу. По героям 6 ударов, по другим существам 4. Ну и, соответственно, стабильный крит у Фантомки появляется. Сейчас у нас Даггер в двоечку, Фантомстрайк один раз прокачал, блюр не трогал. Но всего лишь третий уровень, качает чуть позже. Мы видим, что в целом по ХП стоит ему, стоится ему нормально. Да, расходники тратит, но против Кунки по-другому и не может быть. То есть сейчас у него прилетело уже кольцо, которое будет его регенить. И даже расходники не потребуются. Поэтому Кунка никакого дискомфорта ему доставлять не будет. Плюс начало удачное, уже целых 2 килла. Но, как я и сказал, впереди ожидается пот. Почему я это подмечаю? Потому что давно не было прям потных игр. Кроме вчерашней, кстати. А вот до этого давно. Так, Кунка. Загнали под Тауэр, но там не хватало урона, чтобы забрать. Поэтому он здесь без проблем выживает. Шадлодемон накидывает стаки. Паятор не попадает. Он от этого без проблем уворачивается. Ну вот сейчас Кунка пол ХП имеет. Это уже выглядит как больше потенциала, чтобы сделать фраг. Но пока что они не хотят этим заниматься. Потому что нужно просто бить крипов. Будет больше профит. Немного поговорим про Ауру. Про Ауру Фантомки. Видите, вот эта зеленая... Хэллоуинская тыква, которая под ним находится. Сейчас, правда, Этуру, наверное, заберут. У него 6 тиков есть. Феррифайр прожимает. Всеми силами пытался он здесь засейвиться, но у него не выходит. И ганг в итоге оказался от Свена очень удачный. Позволил этот мув забрать Ятора. Ну и возвращается обратно на нижнюю линию. Джакира решил тоже это дело повторить. Улетает вниз, ну а Ятора возрождается, летит снова на линию обратно. Так вот, это Аура. Многие всегда, когда ее видят, спрашивают, что это такое. Ну и я стараюсь периодически объяснять. Это предмет, который вы покупаете, либо выбиваете в хэллоуинских сундуках. И он применяется на всех героев. То есть это не какая-то шмотка на фантомку. Это как курьер. То есть применяется на каждого героя. После получения этой Ауры, она действует один год. И потом просто бесследно исчезает. Стоит примерно 200 тысяч рублей. Одна из самых дорогих шмоток. Вообще какая есть... Одна из самых дорогих шмоток, которые вообще есть в доте. Дороже только, наверное, разные золотые платиновые бэйби Рошаны. В остальном же... Дороже ничего и нету. 200 хп. Дает блинк на крипов и убегает. Три стака. Они его... Не прохарасили. Так, прыгает. Ну, да. Была попытка замансить, но... Она оказалась неудачной. Ну и там не было особо выбора. Два героя за ним гонятся. У него 100 хп. Ну там что ни делай, все равно. Скорее всего, ты... Улетаешь в таверну. Это его вторая смерть подряд. Начало было очень хорошее. А сейчас игра не идет. Ну, как будто бы я Тора сам виноват. Он слишком... Агрессирует. Нужно просто бить крипов. Никто ему плюс-минус не мешает это делать. Зачем он пытается делать лишние киллы? Ну, видимо, почувствовал уверенность. Теперь этой уверенности не будет. Потому что... Две смерти за 7 минут... Крайне сильно портят игру. На начальной стадии. То есть они могут прям... Ну, перевернуть все. Если вы не можете просто фармить. Ну, в данном случае... С фармом-то все в порядке. Просто умирает. А так первое место. С Кункой они делят. И с Линой у них вот по одинаковому количеству добитых крипов. Наверное, будет логичнее посмотреть на ценность. Так станет понятнее. Кунка первое место. Ятора второе. 3 500. И... Фурион 3 200 имеет. Пытался я вспомнить, кто керри у Рейдент. Ну, все-таки фура керри не в каждой игре. Но... Уже и не такая большая редкость. Его, кстати, пытаются сейчас забрать. Но его спасает ТП-шка. Которую он просто прожал. Улетев, видимо, на базу. Да, на базу. Я подумал, вдруг на вышку. Но нет, именно на базу. Шестой уровень. Есть криты. На первом уровне нейтрала взял Айронвуд 3. Новый предмет, который вернули в недавнем времени. Самое интересное, что если вы давно не играли в доту. Делали перерыв и сейчас вернулись. То для вас этот предмет никуда и не пропадал. Потому что раньше он был. Потом его удалили. Вернули. Ну, это вал. Практикует часто. Просто для разнообразия доты. Хотя... Я даже не знаю, вообще есть в этом смысл. Удалять какие-то предметы. Ну, это делается просто... Потому что им так хочется. Ничто не мешает предмет изменить. Либо занерфить. Либо наоборот апнуть, если он очень слабый. То есть удалять предмет не обязательно. Всегда есть другая опция. Так же я стараюсь в каждом ролике упоминать и новую игру от Valve Deadlock. Это шутер, который построен на базе доты. То есть там есть крипы, линии, вышки, троны, крипы и разные способности и предметы. Сейчас невозможно эту игру скачать или купить. Потому что она выдается только по инвайтам от тех, у кого уже есть эта игра. Я специально сделал свой телеграм-канал по Deadlock. Называется Deadlock новости. Он будет на втором месте в описании. То есть вторая ссылка. Переходите и в закрепленном посте обмениваетесь своими ссылками на Steam. А там вас добавляют в друзья. Либо я, либо кто-то другой. И кидает вам инвайт. И так делают с каждым, кто оставляет там ссылки. Поэтому можете получить. Рейдинг. Тем временем 3000 перевесили. По золоту. Шанс победы у них 66%. Убивают Сенткинга. Убивают также Баунти Хантера. Разменялись только на Свена. Но не забываем, что Свен это пятерка. Поэтому размен плохой. И, разумеется, невыгодный. 700. Галды Рейдинг. 300. Дайер. Которая спешит дофармить БКБ. Не БКБшку, а БФ. И он уже к нему летит. Кстати, это очень-очень ранний БФ. 11-ая минута. Но момент в том, почему вообще БФ ранний. Потому что нету сапога. Вообще никакого. Даже на Скал не покупает. Притом, раньше он так не делал вообще никогда. То есть сейчас это такая... Новая мета от Ятора. Поэтому ранний, настолько ранний БФ. 11-20, да? Получается. Когда он покупал себе ПТ-шку, тогда его тайминг был в среднем 12-30. То есть, примерно минуту он себе сэкономил. Но зато сейчас с этим БФом он быстрее выформит себе ПТ. Наверное. Смотрим, насколько быстрее. Ну тут еще пример сложной игры. Если бы он не погибал два раза, то тогда бы БФ мог бы быть вообще на 10-ой минуте 30-ой секунде. А то и раньше. Так, тут написано Мира. Я и не заметил, что тут Мира играет. Я когда озвучил про игроков, почему-то я его пропустил. Не бросился в глаза. Но это тиммейт Ятора. Его четверка. Который играет против него. Вначале совсем мы его пропустили. Но зато сейчас увидели. Талант берет правый. Плюс полсекунды к Фантом Страйку. Блюр вообще полностью игнорирует. И никак его не трогает. Ну потому что у него есть врожденная способность, которая также дает ему уклонение. Поэтому от Блюра сейчас не так много смысла, как это было раньше. Пенек фуры, который очень сильно мешает пушу линий. И он их забирает. Этих пеньков. Да, ПТ-шка вообще не быстро у него появляется. Только сейчас. Курьер привезет последний бан. Ну момент, чтобы влететь вроде и есть. Но он тогда подставится под все способности, которые может. Они втроем здесь остались. Вдвоем остались. Сэн Кинг на базе. Хочется хоть кого-то забрать. Тем более есть лоу хп Лина, лоу хп Свен. Ну и Атора контролирует свое желание драться. И бьет крипов. Но сейчас контролировать уже не смог. Но и Сэн Кинг пришел в файт. Это уже другое дело. Правда, БФ отлетает. БФ. БХ. Погибает. Закрыли левую астрали. Дальше идет стан. Он понимает, третий раз нельзя позволить себе отъехать. Добивает Шадоу Демона. Фрыгает. Нет, еще не прыгнул. Вот сейчас прыгнул. Добил Свена Лина. Тоже очень вкусная. На два удара. Добивает с Даггера. Это трипл килл. А тут и Рэмпидж не за горами. Убивает. Ладно, не Рампага. Но не суть. Убивает Фуру. Последнее это Кунка. Его замедляет Баунти Хантер. Он не уйдет. Он точно не уходит. Кидают Даггер. Кидает корабль. Но корабль не поможет. Да. Сразу же после того, как отошел от стана. Еще я от Торрента уклонился. Минус. Ну как бы это Рэмпидж, но не Рэмпидж. Потому что троих только я Торр добил. А так-то могло быть. И 50 хп. В моменте Фура ультанул и добивает. Тут еще лоу хп Клинц. Лоу хп БХ. Лоу хп Джакира. Какая же долгая драка получилась. Еще и Свен. Ну Свен уже выживет. Добить некому будет. Фух. Посмотрите на эти итоги. Нанесено по 10 тысяч урона. Получено по 5 тысяч опыта. Ну а по золоту Дайр в небольшом плюсе. 4100. Рэйдент 2 300. А так-то погибли вообще все. 10 фрагов. На 15 минуте в одном файте было сделано. Рэйдент уже не теряет время. Начинают ломать Т2. Ну у них Фурион. Поэтому плюс Лина. Плюс Шердодемон. В общем такие герои. Которые очень быстро ломают постройки. Я вообще не удивлюсь. Если здесь на 25 минуте Дайр будут с голой базой. Пригит. На кунку. Но здесь Свен. Да это Тан. Как же ему не хватает БКБшки сейчас. Чтобы это все эвейдить. Смог выпрыгнуть. Даггер Свена. Но он очень сейчас не хочет фидить. Просто уходит. Потеряли двоих. Возможно потеряют троих. Если Сэн Кинг не уйдет. Да. Он тоже. Тоже фидит. Ну здесь в чистой Рэйдент подрались. Просто две тысячи золота и опыта заработали. Шанс на победу у них уже 87%. Почему так много? Шесть тысяч это же не... Ну не пятнадцать. Всего шесть. Один предмет. Полноценный. Но Дота понимает, что Дайр не снесли ни одной вышки. А у Дайр остались у самих только... Одна Т2. Ну и Т3, разумеется. Жетон второго уровня. Берет вампиризм. Видите? Вся команда дефается. Но Иатора туда не спешит. Он пользуется спейсом, который ему дают. Который ему создают. И он просто фармит. Кто-то скажет, что он забил на свою команду. Но нет. Это его единственный выход сейчас. Как-то исправить ситуацию. Это выфармить. Еще. Вот например Монту. Которая поможет ему драться более эффективно. В драках. В итоге теряют даже центральную линию, наверное. Да, точно теряют. Бараки. Уже падают. Иатора игнорирует этот момент. Притом сам Иатора всегда летит. И убивает того, кто как бы старается фармить в тот момент, когда ему сносит базу. Ну вот он вернулся. Видимо понял, что... Сейчас будет более подходящий момент. И вправду так и есть. Рейдиант задержались. Они очень хотели добить... Очень хотели добить бараки. В итоге они оставили один. И нафидили Линой. Нафидили шаду демоном. У них стрики. Поэтому за Лину дают 450 плюс 650. За шаду демона 300 плюс 500. Ну, хоть что-то. 2500 засейвили. Тут еще и кунка. Кунку забрали. Но сейчас... Если Иатора выживет... Они могут очень хорошо подраться. Закинули в астрал. Блинкается, отходит. И надо постепенно поотхиливаться. У него уже блюр замакшен. К этому моменту. Так, прыгнул на Лину. Минус второй герой. Два багвяста подобрал. С Монтой он может позволить еще и драться. Если что, он сейчас идет не фармить, а именно отхиливаться. Ну и параллельно... Золото лишним не бывает. Приходит кунка. Не получилось добить вышку. У них, видимо, снова попытка доломать барак. Пока что стоит уверенно. Три героя под смоками идут вниз. Ятора сейчас... Ему незачем бежать с командой. Он дофармивает другие предметы. И появляется скулбашер. Очень полезная вещь против Фуриона, Лины и Шадоу Демона. Потому что у Фантомки нет никакого контроля, не считая маленького замедления. Но этого абсолютно недостаточно. О, богатство. Три штучки. Так, там кунг убили. Прокнул стан. Если бы он знал, что стан прокнет, может быть, он бы даже прыгнул его по-пустому добить. Но это опасно. Очень опасно. Но может быть, даже и не прыгнул бы. Даже если бы знал, что стан будет. Терзатель. Уже ждет, чтобы его забрали. Мудрость, я думал, возьмет. Ятора, он бы тоже мог бы взять. Без проблем. У него 20 уровень на носу. И этот талант ему очень нужен. Я думаю, он и хотел взять. Но саппорты рядышком, как бы, все-таки сами взяли. Но против этого он тоже не может быть. Когда там саппорты 11 уровня. Но им менее нужно, чем Фантомки, у которой скоро будет талант. Такая суровая правда. Еще, конечно, и от саппорта зависит. Так, заходят они на Рошана. Я думаю, могут сейчас. Есть проблем. Но Радиант под самоками, и смотря, где они находятся, они все-таки быстро прилетают. При желании и понимании, что Дайра бьют Рошана. Но, видимо, уже не успеют. Хороший буст в виде Айгиса. Им сейчас прям поможет. А вот можно драться. Нет. Он решил этого не делать. Просто улетает. Ладно. Тоже как вариант. Сразу тупо вот прожать. Правда, БХ не успел. Кого-то он здесь чувствует и хочет найти. Но не заходит туда далеко. Я говорил про шарт. У него шарт появился. Добавляет ему новую способность. Панан Найвс. Но он сам покупает. Это не из-за ждателя. Свен выходит немного дальше, чем может. ДР сами боятся. Они не настолько сейчас агрессивны, чтобы прям идти... его цеплять. Там крипы делают подлое действие. Ломают сейчас барак. Но это все Фурион. Фурион и его пеньки. Которые так пушат линию. Поэтому вынуждают его просто вылететь... к себе на базу, чтобы это все отдефать. Игра напряглась. Преимущество по золоту нулевое. Паупы-то тоже в нуле. Смотрите. Золото. Ну там просто голда в голду идут. Шансы выровнялись. Лина убивает Клинкза. 800 золота за него. А не нужно подставляться. Свен прыгает на форстафе. Дает стан. Эйатора красиво. Монтой эвейдит стан. Дает шарт. Шадоу-демон. Закидывает в астрал Свена, чтобы его засейвить. Не забываем, что у Айатора есть Айгис. Он его теряет. Но сейчас будет готов драться дальше. Прыгнул на БХ. Просто отходит. Но держится на расстоянии таком, чтобы... В случае чего ворваться в файт. Если увидит подходящий момент. Преон летит. Мейолниром цепляет. Теряю Джакира. 1667 крит выпадает. Это очень сильно. 26 минута всего. Ну и Айатора 20 тысячный творца уже имеет. Не слабо. Не слабо. И сейчас будет делать скади себе. Суперстатовая сборка. У него уже только что появилась линка. И после линки скади будет. А потом нулифайр под конец. Я думаю, что еще будут артефакты. Помимо этого. Потому что... Ну они две вышки только снесли. Радиантом. Ура. Надо убивать. Наказывать. Жестоко наказывать. Хорошо. Просто распотрошили его. Вместе с Клингзон. Все, теперь уйти. Но можно вернуться. Потому что там Кунга. В том же месте. Ну либо хотя бы крипы. Препадает Жетон. Берет курс. Силы света используют сканирование. Силы света атакуют. Лина убивает Клингза. Дайр будет проигрывать все файты. Там где-нибудь будет Ятора. Потому что... Вся мощь сконцентрирована именно в одном герое. У Радиант ситуация немножко другая. Там все-таки они... Больше... На равных. Какая попытка по счету? Третья, четвертая добить барак. Ну это уже успешно и будет. Дайр. Отдали глиф. Вдруг они сейчас не донесут. Но я в это уже не верю. Все, падает барак, ладно. Но потратить на это 4 попытки, либо 3. Не хочу врать. Это было... Для Дайр очень хорошо, что они так много внимания на этот барак несчастные вынудили у Радиант. Только они, конечно, по одному все отъезжают. Вот сейчас Сент Кинг отъехал. Призвал иллюзии, отправил на вышку. Ну там вышка такая, что она... Только условно стоит. За пару секунд забирают. Вот этот мегапень. Который руинит Дайром все линии. Кунка. Успеет влететь. Метку. Он уже замахнулся поставить метку, но там просто... На лакичах Ятора уходит. Половина полсекунды и... Он бы там остался. Кунка там был не один, поэтому... Мне кажется, я тоже бы смог отъехать. Кстати, он решил не с... Не с Катя забирать сейчас, собирать. А сразу нулюфаер начал делать. Криты по 2200. Очень больно. За два крита любой герой. В таверну улетает. Снова по одному дайр фидит. В этот раз БХ. БХ, Сан Кинг, БХ, Сан Кинг. Клинкс, в общем, как-то так. Довольно много смертей имеет каждый герой. Посмотрите. 8, 8, 6, 9. Ну Ятора... Оптимально фидит. Три смерти. Сидит в кустах. Выжидает более удачный момент. У него уже есть нулик. Дождется ли он этот момент? Потому что они остались втроем. И не вариант против пятерых в таком меньшинстве драться. В итоге момент не дождался. И остаются даже не втроем, а теперь вдвоем. Нашли Джакира в лесу, в кустах. Видно, насколько аккуратно Ятора играет. Забрал пачечку, заходит в деревья и жмет тпшку на базу. Понимает, что игра может сейчас, после одного неудачного файта, закончиться в течение минуты. Так. Кунку. Нет, в Астралии. Сейчас он находится. Сейвят его. И толпа убегает. Ну, достойно они их прогнали. Правда, жаль, без потерь у Радианта абсолютно. Рошан через две минуты. Очень сильная игра будет зависеть от именно этого Аегаса. Потому что если Радиант его заберут, тогда они, скорее всего, сделают мега-крипов. Смогут очень удачно зайти. Сейчас Фантомка может соло цели выносить. Благодаря Нулику. Как и сделала это с Мирой. Но тут же разменялись на Клинкза. А для кого это выгоднее? Одинаково. В общем, пока что Ацкадион и вовсе отказался. В пользу Эйбисела, которого... Который можно уже сделать совсем скоро. И как раз заапгрейдить один слот. Дальше придется что-то продавать. Ну, это будет ПТ. Скорее всего, ПТшка. Так, летит. Два героя. Три героя. Смогли это увидеть. С хайграунда решили даже не спускаться. Продают БХ. Его и не нужно было сейвить ценой собственной жизни. Но момент в том, что через 30 секунд Рошан, а Радиант, его, наверное, очень ждут сейчас. Все там и находятся. В узбе Рошпита, Радиант. Опа, какой интересный артефакт появился сейчас у Ятора в Квикбайе. Рапира. Ну же, я уже очень жду ее. Давно не смотрел матчи с рапирами. Соскучился по этому предмету. У нас же теперь в игре две рапиры. Одна магическая, другая физическая. Здесь, конечно, он будет использовать физическую. Они переключаются. Если что, ну просто... Рапиру на самом деле так редко собирают, что думают, почему рапира сейчас наносит 100 урона. Ну и у нее есть переключаемая опция, которая добавляет еще 250. То есть, итого 350. Ой, ДД. А боттл есть. Боттла нет. Собирает сразу. Сильно удивятся, да, если встретят фантомку с рапирой. Да, криты 3200. Это без рапиры. Я сказал с рапирой, короче, я с ДДшкой имел в виду. Лина на хайграунде улетела. Если бы нашли Лину сейчас, то... Айгис бы не помог. Там три удара. Нету первой Лины и второй тоже. Примерно за столько же ударов. Почему еще выбран левый талант, да, который дает даггеры по трем целям? Потому что в сочетании с рапирой, ну, он может каждые 6 секунд пол-команды сразу на пол-хп сносить. Благодаря этим даггерам. Дайр потеряли сейчас с Энкинга. Они оставили свои попытки пушить. Сейчас Рейдиант именно хотят пофайтиться, выиграть файт, а после спокойно снести. Потому что их попытки просто ломать, ну, очень трудно им это было. Там Т3, вернее, Т1, Т2 они легко снесли, а вот на хайграунд зайти, конечно, намного труднее. Не вовремя улетел. У нас Ятора там как раз показался Свен. Ну, или вовремя. Так-то и они могли его забрать, правильно? Четыре тысячи до рапиры. Остается совсем немного, полтора. Полтора куска золота. Четвертый жетон. Не стандартный выбор. Он выбирает себе Хаммер. В сочетании с Fun and Nice выглядит очень хорошо. Иллюзиями отпушивает линию. Управляет их наверх. Сам. Не дошли, не успели они. А, сейчас сами сломают Терзателя. Он продает ПТ. Притом продает. Не выкладывает. А значит, он не планирует терять свою рапиру. Это хороший настрой. Смотрите, он не сразу ее собрал, чтобы сейчас случайно ее не слить. То есть, он разобрал. И не разобрал, а заблокировал Sacred Relic, чтобы она преобразовывалась в полноценный предмет. И снимет блок именно перед самой дракой. Когда это будет максимально уместно. И сейчас он это делает. Ладно. Ну, тогда можно было в целом и раньше сделать. Наверное, просто он не хотел на... Не очень выгодной части карты собирать. Там, где... Его не охраняли бы тиммейты. Сейчас он в окружении и, видимо, не боится. Крит 4300. Это выглядит по-настоящему сильно. Теперь нужно найти ДД. Ну и Рэмпэйдж с одного удара. Наверное, не получится, конечно. Даже если они все в кучу станут. Все равно там придется удара 3 сделать. Айгис у Лины пропал. Крепы Т4 потихоньку ломают. Ну, Рэйдиант уже Рапиру увидели. Прокликали. Поэтому они к ней готовы. Ну и как минимум готовы эту Рапиру выбивать. Забирать себе. Рапира на линии. Да и на Фурионе. Это ГГ сразу. Силы тьмы используют сканирование. Силы света используют сканирование. Хаста. Хаста тоже может быть полезна. С таким закупом. Сейчас любая руна становится в 3 раза полезнее. Даже те же иллюзии. Представьте, насколько они будут больно бить. Дайр определенная проблема в том, что они еще ни одну линию не открыли, сломав Т2. То есть им нужно хотя бы одну линию. Фантомка привезла. Купила себе заранее. Отрывала. Нету слотов, но на всякий случай. Рисует, что нужно идти захватывать вражеский лес. Ну и заодно нижнюю сторону пропрушить немного. Так, первый попадается Свен. Под удар. Который настолько не хочет жертвовать рапирой, что он просто даггерами закидывает. То есть даже пока что не бьет с руки. Он, наверное, правильно делает. У него же даже БКБ нету. Которое могло бы как-то его сосейвить. Хорошо, выждал лучший момент на самом деле, чтобы влететь в хунку, когда он просто делал пипаут. И не мог вообще оказать никакого сопротивления. Забрали Шадоу Девы на минус 3. Окей. 4500 за драку. Заработали. Ну и там этот по ней ломать. Но Джакира, наверное, справится с дефом. Кстати, ранний рош и через 40 секунд уже будет. Очень удачный тайминг. Сами понимаете, что, наверное, ничего лучше по драпиру, чем Айегис не придумать. Прилетает на Клингза, который пытался забрать Лину. И если сам бы он не справился, то благодаря Ятора забирает ее очень быстро. Теперь он как Спектра прям. Настоящий ассасин. Без БФ, а криты поскромнее. 3800 они, 4200 или сколько там было. Спалили Фуриона. Ну сейчас его будут наказывать. Не успели наказать, он улетел. А так бы была такая же история. Фантом Лансер бы просто... Фантом Ассасин бы прилетел на Тревеллах, на Клингза и минус. Моментально. Силы тьмы используют сканирование. Силы тьмы используют сканирование. Смоки всей командой распылили. Наверное, не стоит Фантомке первой идти. Кого-то можно пропустить. Ну вот БХ, например. Моментально прилетел, потому что если бы он этого не сделал, то сломали бы снизу вышку. Он ее засейвил. Очень интересно он делает, когда надзревает драка. Либо нужно пофармить, он перекладывает БФ. Когда понимает, что сейчас возможно нужно будет лететь помогать. Клингзу, либо кому-то другому. Он перекладывает Тревелла. Рошан сейчас наверху и от него сейчас строится игра. Радиан должны это все контролить. Дайр дали скан, никого здесь не видят. Который пока что соло зашел. Он и соло справится вообще в легкую. Наверное, остальным героям лучше как раз таки отвлекать внимание на себя. Типа, создавая иллюзию, что они точно не на Рошане. Сбирает баннер, подбирает Аеги с себя. Сбирает баннер. Нижнюю башню сел тьмы атакуют. У него уже 3 900, нужно оставить деньги на байбэк. Байбэк очень дорогой. Еще 700 золота нужно. То есть байбэк 5000 стоит. Байбэк и прожимать не надо. Ну не хочется. Только в самом крайнем случае. Когда уже трон будет падать. Я так понимаю, баннер он оставляет, чтобы его уже чуть ли не на вражеской базе поставить. Рейдин дали скан. И только на 47 минуте им удается сломать. Еще не удается. Ну, как будто бы... Нет, даже на 47 минуте не сломали. Два, жесть. Я не помню тоже, чтобы настолько долго стояли вышки. Рейдин дайер по золоту сильно лидирует. Но тоже все деньги 46 тысяч только в фантомке. Рейдин длидирует очень сильно по позиционке. Фурион не доигрывает. Он не сделал здесь мега-крипов. Еще целых две линии. Ну, то есть свою задачу он не выполнил. Но стоит отдать должное здесь дайерам, которые быстро реагировали. Ну, только с мидом немножечко налажали. Но тогда и не было возможности быть настолько мобильным по всей карте, как есть сейчас. Ну, и аккуратно Сиа Тора позволяет эту рапиру не просто сфидить, а просто с ней играть с огромным импактом в скорости фарма и в целом в соло киллах, которые эта рапира ему дает. Щит. Ну, вот БДД было бы поприятнее, но щит тоже хороша. Кунка. Даггер. Ну, ладно. Не больная. Шадоу-демона нашли. С маками, под инвизом, под блюром. Фурион продолжает грязное дело свое. Сломал вышку снизу. Что нам Дода говорит по графикам? Ну, понятно. 49 на 51. Ну, я примерно так и думал. То есть, видите, Дота анализирует и понимает, что вот эти 26 тысяч, они, ну, не представляют такого преимущества, как обычно должны представлять 26 тысяч голды. И скорее нужно получить 30 уровень, чтобы взять второй талант на 25. Аигас, видимо, обойдется без реализации. Через 44 секунды он пропадет. Фурион. Это килл. Все, это килл. Эбисол подготовил. Нулифайер подготовил. Ждет кулдаун. Прыгает. Дает Эбисол. Накидывает нулифайер. Там еще и Хекс на всякий случай, ну, чтобы не убежал вообще без... Никак. Хорошо. Полторы тысячи золота заработали с Фуриона. 90 секунд не будет этих пиньков, которые все бесят. Тем временем 50-ая минута. там уже не за горами нейтралки пятого уровня, но еще, правда, 10 минут надо поиграть будет. Пропала Айега. Срочный сейв клинк за. Не вышло. Ой, как попал. Клинк выкупается, Фурион выкупается. Тоже одновременно это делают. Свена добить. Сенкин забьет. Добьет. Есть. Свен без бая. Лина заморозилась. Нужно добить. Ой, там еще и крит есть. Прыжок. Накинул нолик. Даггер. С прыжка добил. Но он прям очень дистанционно работает. Все, нужно уходить, потому что там пошел выкуп от Лины и сейчас есть Триск Слить рапиру свою дорогостоящую. Убили Кунку. Лину убивает второй раз. Это даблкил. Но я тоже сейчас очень тонкий. Тысяча хп у него. Делает триплкил, добивая шадуу демона после бая. И жмет тпшку, ну вернее тревела на нижнюю линию. Супер драка. 7 тысяч голды и 22 тысячи опыта. Что там у них по левелам? Там уже как будто бы 30-е все должны быть, но нет. 22, 23, 27, 26. Ну я тоже, конечно, 30-е имеет. 13 тысяч золота в запасе. Ну то есть там два байбека есть. Два, конечно, не прожмешь. Так, он идет просто в трон. Там убивают фуру. Есть, две минуты не будет, но это гг, да. Никто же не может здесь помешать. С Венеси выйдет это моментально килл. Яторо игнорирует полностью вышки, они по нему даже попасть не могут. Там миссы почти 100%. Ломают Т4. У Рейдент нет глифов. Ну и Дайра их и не делают. Они бараки не ломают, то есть сейчас как бы можно избежать и красиво заканчивают игру. ломают трон всей командой. Ну и Свен конец тоже в решил дополнить чей-то счет, а именно Клингза. 15-3-13 итоговый счет, 813 крипов, по статистике 56 тысяч ценностей, что удивительно, ни разу рапиру он так и не дропнул, 982 золота в минуту и 1237 опыта в минуту. Нанес по героям 44 с половиной тысячи урона, по постройкам 12, а получил тоже сколько и нанес, 45 тысяч. Можете заскринить его билд, график выглядит так. До сороковой минуты игра была на равных и вообще в начале Рейдиант лидировали, точно я уже забыл этот момент, просто такое большое преимущество, что этот график кажется несерьезным на начальной стадии, хотя там преимущество было большое. Спасибо за просмотр, всем пока.